На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных темах этого дня. Важные приборы для выявления пневмонии. Нефтьюганской окружной больнице сегодня вручили 4 профессиональных пульсоксиметра. Велопарковки, футшеринг и площадка для дрессировки собак. Сразу 10 нефтьюганских проектов стали победителями конкурса на гранд-губернатора. Вместо ободранных стен и сломные тумбочки – уютная комната. Политическая кухня делает новогодний подарок детям из малообеспеченных семей. Площадка для дрессировки собак, велопарковки и особый Новый год для особенных детей. В Югре подведены итоги конкурса на гранд-губернатора для физических лиц. В Нефтьюганске выиграли сразу 10 проектов. Сегодня за каждым закрепили окружного куратора для помощи в реализации. Наклоняем и пять раз таким движением вот так делаем. Курсы экстренной помощи детям для родителей, музыкальная группа для особенных людей, бесплатные продукты для нуждающихся. Сразу 10 нефтьюганских проектов победили в конкурсе на гранд-губернатора и во многом благодаря поддержке горожан. Это же конкурс впервые проводился. И там такое интересное было голосование. То есть, учитывали, во-первых, и экспертное мнение, которое распределяли свой там виртуальный капитал, и еще учитывали активность горожан в отношении этих проектов, насколько город поддержал своими комментариями, голосованием, лайками. Рука в руке – один из проектов победителей от 11-классницы Татьяны Иланской. Он касается поддержки троих особенных учеников из пятой школы. На гранд планируется снять фильм «Преодоление». Где будет рассказано о судьбах таких людей, детей, что они проходят. Потому что зачастую, вот что тоже мы выяснили, особенно у молодежи сейчас очень часто говорить, очень модно говорить. Все сложно. Жизнь сложная, плохая, я не хочу жить. Посмотрите на таких людей. И то есть, все проблемы, которые у вас есть, они просто исчезнут. Общество старожилов планирует закупить палки для занятий скандинавской ходьбой. Нефтьюганец Евгений Тимкин установить велопарковки по всему городу. Всего на реализацию 10 проектов округ выделил миллион 300 тысяч рублей. За каждой инициативой закреплен помощник. Будет окружной куратор, который будет помогать грамотно реализовать этот проект, чтобы все было поэтапно, чтобы правильно было расходование сметы, чтобы была правильная грамотная отчетность. Реализовать свой проект нужно в течение 12 месяцев. У некоторых работа начнется совсем скоро. Это визиты Деда Мороза в семьи с детьми-инвалидами. Ну а тем, кто пока не получил поддержку, организаторы предлагают заявиться в следующем году. Опыт первого участия поможет. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». На этой неделе подведут итоги еще по одному конкурсу грантов уже для некоммерческих общественных организаций. От нашего города на финансовую поддержку претендует несколько заявок. Общество старожилов запросило 450 тысяч рублей для того, чтобы активно используя для города провести следующий год. Помимо лекций на тему ЗОЖ и занятий спортом, запланирована работа со школьниками и студентами для связи поколений. Второй проект называется «Рецепты семейной жизни» или «Клуб для развития памяти и интеллекта». Авторы из Центра по защите прав человека планируют набрать группы пенсионеров, инвалидов, молодых семейных пар и студентов для обучения основам совершенствования работы мозга и гармоничной жизни. Накануне Нового года больнице Нефтьюганской вручили подарки. Четыре профессиональных пульсоксиметра с монитором передал в ковидный госпиталь директор оздоровительного центра Владимир Фридман. Пульсоксиметры в больнице – вещь необходимая, тем более и сейчас, во время пандемии. Он показывает уровень кислорода в крови и позволяет правильно определить тактику лечения. Владимир Фридман передал больнице четыре профессиональных прибора с монитором. Это хотя бы отчасти облегчит труд медперсонала. Собственно, он как устроен? Там просто есть критическая точка, она программируется, и если уровень насыщения крови кислородом падает ниже этой точки, этот прибор начинает пищать, оповещать персоналу, что надо принимать какие-то срочные меры, у человека наступает дыхательная недостаточность. Пульсоксиметры сейчас разбирают, как горячие пирожки, говорит Владимир Фридман. Когда закупал оборудование, у него возникли проблемы с поставщиком. Свои подарки он собирался вручить еще месяц назад. То, что пульсоксиметры в большом дефиците, подтвердил и главный врач нефтеюганской больницы. Пульсоксиметр – это такая штука, это мы считаем расходным материалом, но в условиях, опять же, сложившейся эпидемии на рынке их не так много. И вот в весеннюю эпидемию была проблема вообще купить пульсоксиметры. Сейчас, конечно, ситуация более-менее наладилась, и мы сами закупали какую-то часть. Плюс у нас были распределения пульсоксиметров в амбулаторном звене для пожилых пациентов по линии социальной защиты. Там порядка 47 пульсоксиметров поступало, и мы их раздали населению. Как отметил Дмитрий Мальцев, они очень благодарны всем, кто в течение этого года пандемии оказывал больнице посильную помощь. Помимо пульсоксиметров в ковидный госпиталь передали маски, средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы. Были и такие, кто бесплатно развозил врачей с работы домой. В городе продолжается эпидемия УРВИ. За последнюю неделю к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились 2216 нефтеюганцев. Это почти на 100 человек больше, чем за предыдущий период. При этом заболеваемость у взрослых и детей младшего возраста осталась на прежнем уровне и даже немного снизилась. А вот у школьников продолжает заметно расти. В возрастной группе от 7 до 14 лет увеличение составило 25%. А у старшеклассников от 15 до 17 лет количество заболевших увеличилось более чем на 50%. Медики надеются, что наступившие морозы и последующие каникулы улучшат эту ситуацию. Превратить неказистую детскую комнату в новое уютное пространство для ребенка. Такую цель преследуют участники второго сезона политической кухни. Они выбрали семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и сейчас делают у них ремонт. С подробностями Галина Зорина. Пока эту комнату назвать детской сложно. Впрочем, как и до начала ремонта. Однако совсем скоро здесь будет все, что так необходимо детям. Сейчас по традиции мы тоже решили сделать благотворительное мероприятие. Команде, которые участников мы сами, скажем так, собрали их, предложили сделать мероприятие. Они сами решили, потому что мероприятий было несколько, скажем так, на рассмотрении. И решили выбрать уютную комнату, решили подарить детям на Новый год праздник. Одни занимаются поиском различных спонсоров, другие непосредственно ремонтом. У каждого своя роль. Но участники знают точно, они занимаются благородным делом. Команда у нас просто, я говорю, супер. В команде все отзывчивые люди, все принимают участие, никто без участия не остается. Поделились мы на две команды. Есть девушки, которые и не принимают участие в ремонте, но они активно занимаются поиском стройматериалов, еще что-то делают помимо этого. Поэтому участники у нас просто молодцы. В планах поклеить обои, заменить электропроводку, линолеум и натянуть потолок. Появится и новая мебель. Уже в воскресенье все будет готово. А как было до в так называемой детской комнате, вспоминать не хочется. Здесь была ужасная мебель. Было два дивана, которые уже не складывались. Здесь была тумба, был телевизор, который еле как висел. Обои мы сдирали, наверное, слоев пять. За эту неделю командам нужно успеть сделать ремонт в двух детских комнатах. А людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, может помочь каждый. Более подробную информацию можно найти в соцсетях в группе «Политическая кухня». Югорским пенсионерам накануне Нового года не стоит волноваться по поводу получения январских пенсий. Их выплата и доставка в праздничные дни будет проводиться в соответствии с действующим графиком без каких-либо изменений. Организации Федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку январских пенсий с 4 января. Если выплату перечисляют вам на банковский счет, то она придет 29 декабря. Всем остальным югорчанам пенсия поступит в обычные даты без каких-либо переносов в связи с праздниками. Нефтьюганцам, которые получают какие-либо социальные выплаты на карты платежных систем Visa и MasterCard, необходимо до 31 декабря оформить карту МИР. Более 200 нефтьюганских школьников на этой неделе получат подарки от главы города. Ежегодно поздравление самых активных и успешных учеников проходило на главном новогоднем утреннике – елке главы. В этот раз из-за эпидемии ее отменили, а вручение подарков доверили почтовой службе Деда Мороза. Как это происходило в 13-й школе, увидела наша съемочная группа. До пятницы новогодняя почтовая служба должна объехать более 20 объектов – общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ. Из-за пандемии заходить внутрь запрещено даже Деду Морозу. Подарки на улице принимает заместитель по воспитательной работе. Оказавшихся рядом детей отводит на эпидемически безопасное расстояние. Знаменитый нефтьюганский Дед Мороз Вениамин Праслов такой ситуации впервые. В этом году он фактически остался без работы. Спасается природным оптимизмом. Ну что ж, Новый год он есть, Новый год и всегда, когда он наступает, мы верим только в хорошее, светлое и доброе. Несмотря ни на какие вирусы и болезни. Школьники, несмотря ни на что, готовятся к Новому году. Украшают классы, ставят мини-спектакли и, конечно, ждут каникул. Настоящего Деда Мороза они не очень-то верят, но подарки ему с удовольствием заказывают. Я его люблю собирать, но это я и загадывала. Дорогие подарки у него прошу, но приносит простые Дед Мороз. И я уже вообще в него не верю. Я хотел тоже сказать, как у Дениса, потому что я тоже, когда на Новый год, хотел поставить камеру и доказать, что Деда Мороза не существует. В общей сложности глава города поощрил около 250 детей нефтеюганска, которые в уходящем году проявили себя наиболее активно. В ближайшие дни почтовая машина Деда Мороза доставит их по назначению. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». И последняя информация. Завтра, 24 декабря в 12.00 состоится онлайн-трансляция розыгрыша призов среди подписчиков на газету «Здравствуйте, нефтеюгансы» на 2021 год. Трансляция пройдет на официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграме. Победителей ждут 30 отличных подарков от спонсоров подписной кампании. И на этом я прощаюсь. Берегите себя. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok